В эфире новости Анапа. Регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. В зону аномального выпадения осадков попало 9 социально значимых объектов. В Анапе сохраняется режим повышенной готовности. Как в городе ликвидировали последствия чрезвычайной ситуации. И нужно ли ждать новых ударов стихии? В настоящее время вся эта продукция направлена для проведения экспертизы. Рекордный улов. Анапские полицейские ликвидировали подпольный винзавод и изъяли более 20 тысяч литров нелегального алкоголя. Мы сами приходим и улыбаемся. От того, что он такой яркий, солнечный. От улыбки стало всем светлее. Детский сад в селе Юровка получил второе рождение. Начнем с событий минувшей ночи. Последствия стихии устранены. Сегодня об этом было заявлено на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел глава Анапы Юрий Поляков. Все аварийно-спасательные и коммунальные службы города-курорта были мобилизованы для устранения последствий ночного ливня. Какова оперативная обстановка и что предпринято для ликвидации последствий в репортаже наших корреспондентов? Основной удар стихии пришелся на Гастагаевский и Субсехский сельский округа. Доклад спасателей о последствиях как сводки с пулей боя. За период 4 часов 34 минут до 5 часов 10 минут выпала более чем месячная норма осадков. По последним подсчетам 36 миллиметров. В зону аномального выпадения осадков попало 9 социально значимых объектов, 4 школы и 5 детских садов. На других участках, это Воскресенск, Куторкратный, Цибанабалка, аэропорт выпало до 20 миллиметров осадков. То же самое наблюдался вынос щебня на дорогу, тоже дорожные службы с этим справились. Подробный отчет Юрий Поляков потребовал и у глав сельских округов. Особенно сложная ситуация сложилась в Субсехском сельском округе. На трассу с гор потоки воды вынесли землю и камни. Движение было затруднено. На 12 часов из-за обрывов на линии электропередач был отключен свет. По поводу выноса камня сейчас ДРСУ... А сход как воды идет у вас? Ну нормально, нормально. У меня было два факта. Один мы сейчас... Ливневка была забита на улице Гагарина в районе домовладения 72. Прочистили своими силами и все пошло нормально. И второй случай сейчас звонила бабушка, значит, Тургенева 4. Сейчас туда трактором мы очищаем ей канаву. Я думаю, что снимем это напряжение. Но у нее огород немножко залило, недомовладение огородом. Социальные объекты взяли под особый контроль. Во всех учреждениях, образованиях, культуры и здравоохранения организованы штабы по сбору информации. В соответствии с алгоритмом будут передавать информацию мне и в единый диспетчерский центр. Также школы у нас работают в субботу. В субботу не работают детские сады, но работают учреждения дополнительного образования. Поэтому завтра у нас будет напряженный день, будем отслеживать ситуацию. Сейчас ситуация находится под полным контролем. Тяжелых последствий удалось избежать. Все службы работали оперативно и слаженно. Последствия стихии устраняются. Каждые два часа все службы будут докладывать главе города об оперативной ситуации на территории муниципального образования. Руслан Душевский, Анапа-регион. Сейчас в Анапе сохраняется режим повышенной готовности. По информации спасателей, возможны новые удары стихии. Штормовое предупреждение сохраняется на все выходные. Это суббота-воскресенье. Мы ждем во второй половине дня в субботу и в ночь субботы на воскресенье такие же осадки, как произошли этой ночью. Призываю всех ночам быть внимательными и бдительными, усилить контроль за детьми и престарелыми. В случае каких-то нештатных ситуаций обращаться по телефону 320-94. Какие еще сюрпризы готовит наступивший сентябрь? Воцарилась ли осенняя погода на курорте? Или купальный сезон продолжается? Долгосрочные прогнозы от главного синоптика края. Сейчас в территорию края проходит холодный фронт. Мы ждем на этом фронте осадки. Притом на Черноморском побережье вполне возможно формирование смерчей. Осадки у нас продлятся в течение, по крайней мере, на двое суток у нас выписано. Штормовое предупреждение о комплексе неблагоприятных метеоявлений. А вот уже начиная с воскресенья погода будет постепенно выравниваться, улучшаться будет больше солнца. И на побережье солнце заглянет, конечно, в первую очередь. Лето у нас еще будет. Температурный фон в сентябре у нас достаточно комфортный. Даже к концу сентября мы ожидаем, что температуры ниже 20 у нас однозначно опускаться не будут. В среднем температурный фон будет порядка 22-27 градусов по территории края. Морская вода у нас комфортная, 25-27 градусов. Поэтому, я думаю, курортный сезон как минимум еще недели-две продлится. В целом, погода будет еще все-таки летняя. Более 20 тысяч литров контрафактного алкоголя изъяли накануне анапские полицейские. Подпольный винзавод располагался в хуторе Красная скала в обычном частном доме. В хозяйственной пристройке правоохранители обнаружили две цистерны объемом по 10 тысяч литров с виноматериалом, тысячу литров готового вина, 300 литров спирта и аппарат для розлива алкогольной продукции. Хозяин домовладения – 60-летний мужчина. Его действия попадают под 171-ю статью Уголовного кодекса «Незаконное производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции». Срок, предусмотренный за это преступление – до трех лет лишения свободы. В настоящее время вся эта продукция направлена для проведения экспертизы, по результатам которой будет приниматься процессуальное решение. И к другим темам. 40 лет исполнилось детскому саду «Улыбка», который находится в селе Юровка. К юбилею коллектив педагогов и воспитанники получили подарок. В день рождения им открыл двери полностью отремонтированный садик. Детский сад «Улыбка» теперь вполне соответствует своему названию. Обновленный и утепленный фасад, новые пластиковые окна, светлые просторные группы – все это у гостей вызвало самые положительные эмоции. Сегодня здесь празднуют юбилей. Такой ремонт садик видит впервые за 40 лет. «У меня уже третий ребенок ходит в этот детский сад. Это уже третий ребенок. Разница огромная. До этого, конечно, мы любили этот детский сад. Всегда, все равно, несмотря какой он был. Потому что это же детство наших детей. Оно должно быть счастливым. И мы всегда старались, чтобы, несмотря на обстановку, дети были всегда довольны, радовались. Но, конечно, когда вот сейчас детский сад, мы сами приходим и улыбаемся. От того, что он такой яркий, солнечный. И вот улыбка им сама самой невероизвольна. По сути, детский сад отпраздновал в этот день второе рождение. Возможно, это стало благодаря сотрудничеству администрации города-курорта Анапа и депутата Государственной Думы Ивана Демченко. Уважаемые родители, уважаемые детки, педагоги, коллеги. В первую очередь, я хочу сказать искренние слова благодарности Ивану Ивановичу Демченко. Сегодня у нас наболевшая ситуация. Это школы и детские сады. К сожалению, школы не строили с 92-го года. Но мы этим вопросом занимаемся. Максимальное внимание будем уделять и другим садикам. И делать все для того, чтобы наши детки чувствовали себя уютно и спокойно. Многое сделано уже по Анапскому городскому округу. Но по моим меркам. Юрий Федорович, конечно, добавил. Но я вам хочу сказать, что это пример сотрудничества исполнительной и законодательной власти. Самые искренние слова благодарности от руководства детского сада и родителей. Сегодня в детском саду «Улыбка» воспитывается 240 детей в возрасте от полутора до семи лет. Была у меня мечта сделать детский сад краше, лучше, чтобы детки как бы жили здесь. И дошкольное образование проходило в более таких, в таком светлом, красивом, уютном и, конечно, теплом детском саду. И такая была у меня мечта. И вот вы знаете, нашелся человек, который превратил мою мечту в реальность. Ну и по традиции день рождения завершился праздничным концертом. Перед почетными гостями и родителями выступили воспитанники детского сада. Жюри конкурсных показов фестиваля «Киношок» уже готовы выбрать своих фаворитов. Менее чем за неделю известные артисты и режиссеры оценили десятки документальных, художественных и короткометражных фильмов. Казахстан, Армения, Республика Белоруссия и другие страны бывшего СССР представлены на суд зрителей кинокартины самых разных жанров. Итоги фестиваля будут подведены уже завтра. Как сохранить человечность, веру в Бога, самого себя и свою жизнь? Не пасовать перед смертельной опасностью и стоически преодолевать трудности? Ответы на эти вопросы дал казахский режиссер Ментай Утебергенов в фильме «Шестой пост». Трагедия, которую пережили главные герои, основана на реальных событиях. Фильм подкреплен документальными видеоматериалами и фотографиями. Члены жюри признались – это не развлекательное кино. К просмотру драмы нужно подходить со всей серьезностью. В этом году в число почетных гостей входит заслуженная артистка России Ольга Кабо. На киношок она приезжает уже в третий раз. С этим фестивалем связаны и история появления ее звезды в Анапе. Мне кажется, кино вообще всегда хранит в себе загадку, некую тайну. Поэтому зрители приходят для того, чтобы посмотреть новые фильмы. Они приходят за впечатлениями. А вот какие впечатления подарит им киношок 27, это уж я не знаю. В этом году основной темой киношока стало 75-летие освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Большинство фильмов наполнены драмой и военно-патриотической тематикой. Победители кинофестиваля будут известны завтра в 8 часов вечера. На летней эстраде соберутся именитные артисты и режиссеры, чтобы поздравить своих коллег с заслуженной победой. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Также во время фестиваля киношок проходит и «Киномалышок» – конкурс детского игрового и анимационного кино. Накануне специальная детская жюри оценила один из конкурсных фильмов, который создавался более 7,5 лет. «Бегство рогатых викингов», лента от режиссера известных комедийных проектов «Яролаш» и «Моя прекрасная няня». Подробнее в материале наших корреспондентов. Руки лет! Вражескую галеру предать полному разрушению! Пленных обыскать и взять выкуп! Начинай! «Побег рогатых викингов» – комедийный фильм для детей всех возрастов. Он насыщен элементами мультипликации, графикой и атмосферной музыкой. Проект создавался целых 7,5 лет. Из-за проблем с финансированием съемочная группа самостоятельно заканчивала кинокартину. Судя по интересу зрителей, это того стоило. Как говорил Ролан Быков, детское кино нужно делать как взрослое, но намного лучше. Этого мнения придерживается Илья Белостоцкий, кинорежиссер и продюсер. Он всегда ставит себя на место зрителя и старается ясно выразить смысл фильма. Наверное, моя мысль заключается в том, что главное на свете, в данном фильме, это все-таки дружба. И если люди держатся вместе, если они добрые, честные и смелые, то возможно невозможно. То есть здесь история о том, как Этогорская ребята держала победу над просто бандой огромных взрослых, гораздо более старших ребят. Членов жюри для конкурса «Киномалышок» выбрало Анапское управление образования. Пятеро самых инициативных, рассудительных и талантливых ребят получили право голоса и почетные места в зрительном зале. Настя Брюханова считается одной из самых строгих членов жюри. Она досконально разбирает все плюсы и минусы фильмов. Так как это фестиваль детского фильма, то я прежде всего смотрю и думаю, понравится ли детям, и что из определенного фильма могут вынести, какой урок дети. Мне, скорее всего, понравится тот фильм, где обязательно будет персонаж, который любит порядок, который ко всему строго относится, который педант по натуре. Я смотрю на сюжет. Если, опять же, судя, как ребенку нравится, ребенок должен понять, о чем все-таки мультик. Если, допустим, какой-то очень сложный, и ребенку не понятен этот сюжет, я считаю, что это слишком сложно для такой категории. Если, допустим, ноль плюс категорию ставят, а фильм не очень понятен. На кинопоказе также побывали ученики 1-й, 5-й, 6-й, 7-й школ и гимназии Эврика. Сейчас идет ограниченный прокат фильма «Побег рогатых викингов». В Анапе это премьера. Члены жюри уже выбрали своих фаворитов, однако имена победителей они назовут уже завтра на торжественном закрытии фестиваля. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа-регион. А сейчас информация для любителей активного отдыха. 11 сентября в нашей стране отмечается Всероссийский день трезвости. В его рамках в Анапе пройдет велопробег, инициатором которого выступил Центр патриотического воспитания молодежи «Ратмир». Общий сбор объявлен в парке Ореховая роща возле фонтана в 10.30. Начало велопробега в 11 часов. Принять участие в спортивном мероприятии приглашаются вам все желающие. Главное условие – иметь с собой велосипед. А далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anapregion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова